Создавать образ цели, оценивать риски, учиться не просто находить идею, но ставить задачи для ее достижения. Все это будут делать учащиеся 4-й международной молодежной школы проектного управления ПЕГАС-2015, которая стартовала в Шебекинском районе. Обязательное условие для участия – наличие бизнес-идеи. На конкурсной основе в ходе заочной экспертизы и очного собеседования из 200 поданных заявок была отобрана 101. За 5 дней студенты из Сербии, Казахстана, Украины, Таджикистана, Москвы, Ростова-на-Дону, Волгограда и Белгорода примут участие в мастер-классах, тренингах, деловых играх, проработают свои проекты с экспертами, бизнесменами, представителями власти. С некоторыми авторами проектов познакомилась Наталья Александрова. Студентка 2-го курса Института искусств и культуры Арина Лимзикова в международной школе уже во второй раз. Ее прошлогодний проект по благоустройству городского ландшафта уже частично воплощен в жизнь. Теперь она планирует проработать новую идею – экскурсии-квесты по архитектурным памятникам 18-19 веков. Люди не только хорошо проведут время, дружно в своей команде и компании, но они узнают историю нашего города. Например, в 18 веке, где у нас какой был доходный дом, трактир, или же где у нас было судебное разбирательство какое-нибудь. Например, польско-литовский костел. Немногие знают, где он находится и что он у нас вообще существует. А Полина Быкова в школе впервые. Суть ее бизнес-идеи – установить автоматизированные библиотечные модули с функцией книжного магазина. Здесь нет ни продавца, ни библиотекаря. То есть система автоматизирована. Все быстро и книжки по приемлемой цене. Потому что, если, например, большой магазин книжный, там надо и зарплату продавцу, и аренду платить, то у нас здесь расходы минимизируются. Студенты из Сербии ставят глобальные задачи, но, по мнению преподавателей, пока не продумали конкретные шаги для их решения. Главная идея нашего проекта – развивать дружбу между сербским и русским народом, предпочтительно на так называемом микроуровне, знакомя жителей Сербии с русским кинематографом и, наоборот, знакомя русских с литературой и кинематографом сербских авторов. Когда мы думали, что нужно для реализации нашего проекта, это взаимное желание, в первую очередь, финансы тоже важны, но это не главное. Если мы приложим усилия, каждый по своим возможностям, мы сможем это сделать, ведь мы все славяне. Как видно сейчас, у студентов понятие о проектном менеджменте весьма расплывчатое. Многие саму заявку уже считают бизнес-идеей. Эксперты обещают научить их мыслить проектами. Прежде всего, ребятам нужно сконцентрироваться на их целях, потому что по опыту прошлого года не все до конца понимали, в чем будет измеримая конечная цель результата их деятельности проекта. Я принимал участие в подобных школах международного масштаба, и когда выходишь оттуда, понимаешь, что ты можешь повернуться к любому человеку из любой страны, на каком языке бы он ни говорил, и начать с ним решать абсолютно любую задачу. По словам организаторов, их задача — научить ребят ответственности. В своих проектах решать проблемы конкретной группы людей не просто придумать идеи, но и суметь довести ее до конечного результата, а в идеале — коммерциализировать. Я так понимаю, сюда приехали люди с готовыми проектами, пусть не реализованными, или с проектными идеями, и хотят что-то новое для себя приобрести для реализации этих проектов. Так вот, я хочу, чтобы было побольше консультаций, побольше возможности общаться с людьми, которые сумели реализовать проекты, которые сегодня овладели техникой проектного управления, потому что за ней будущее. За несколько дней учебы в школе все привезенные сюда идеи должны будут обрести четкие дорожные карты по их реализации, то есть превратиться из предложений в руководство к действию. Все ли получится, это станет ясно в день закрытия форума 5 июля. Наталья Александрова, Евгений Цапков, Новости мира Белогория. Группы.